Саламу алейкум, брат Тумсо. Не могу понять, почему до сих пор не было покушений на убийство кафирова. Я, кстати, на днях давал комментарии одному изданию по поводу раба Аллаха. Тумсо, почему вы, Хасан и прочие братья, часто используете слова русские, русня? Я думаю, вам бы тоже было обидно, если бы я говорил, что чеченцы унижают мою религию нововведениями. Тумсо, асаламу алейкум, ты не хотел бы взять на себя роль примиряющего кафлянские народы между собой? То есть, масла делать в спорных вопросах. Асаламу алейкум асаламу. Тумсо, почему вы, Хасан и прочие братья, часто используете слова русские, русня? Я думаю, вам бы тоже было обидно, если бы я говорил, что чеченцы унижают мою религию нововведениями. Баракаллаху фигу. Так, давай я насчет себя, наверное, отвечу. Я не буду отвечать за других, другим ты сам задай этот вопрос. Я обычно так не выражаюсь. Но, даже если, вы должны понимать, что если я где-то в разговоре, как, например, Джохар Дудаев, говорю русский, я не подразумеваю народ. Вот Джохар, например, в одном из своих выступлений, он очень жестко отзывается, говоря русский. И многие наши ненавистники используют это против Джохара, пытаясь выставить его вот именно националистом, что он всех русских людей типа вот ненавидел. Но это абсурд, потому что Джохар, у него супруга была русская женщина. Поэтому это, конечно, абсурд. Надо понимать, что вот это вот разделение между русскими и Россией, это в русском языке такое есть. Но во многих языках этого нет. И мы, говоря на чеченском, допустим, мы можем просто сказать русский, подразумевая именно солдат, подразумевая именно армию. Это не говорится о целом там, о всем народе. Так же, как и, допустим, в английском языке. Они говорят Russian. Они же не отделяют русский и россияне. У них нет такой разницы. Поэтому, когда чеченец что-то говорит, он даже может говорить на русском языке, но он не подразумевает, он не хочет сказать, что вот весь этот народ, он такой там, или как-то оскорбить этот народ. Есть, безусловно, и такие люди, которые хотят и оскорбляют. К сожалению, такие тоже есть. Но я за себя отвечаю. Мне это не присуще. Поэтому я этого не делаю. И если я где-то даже использую какие-то вот такие слова, вы должны понимать, что вы должны судить не по одним вот этим моим словам, а брать другие мои слова, так же смотреть, только так можно охарактеризовать человека. Ты не можешь взять одни его слова и на этом построить его портрет. Если он в ста других ситуациях говорит иначе, а здесь он выразился просто другими словами, и ты теперь ему приписываешь какую-то ненависть целому народу, национализм, это неправильно. Смотрите в контексте все то, что он говорит. Поэтому если я где-то и говорю как русский, русня, я вообще не помню, чтобы я когда-либо так высказывался. Но даже если я так выскажусь, речь будет идти именно о государстве, о вражеском сегодняшнем нам государстве. А если вы скажете, почему вы, имеем ли мы право оскорблять государство вражеское, да, полное право имеем. Можем это делать, так как они являются для нас врагами. Хотя мне это не присуще, еще раз повторю. Саламу алейкум, Томсо. Это бывший Узрон пишет. Почему-то, когда кто-то из нашего народа поступает плохо, то вы нас всех обвиняете и гнобите. И нагло удивляетесь, что мы вас не любим. А за что вас любить? Ну, это он не меня спрашивает, это он поздоровался со мной, но вопрос, видимо, кому-то в чате. Возможно, ни одному. Митрандир Эрландур Оказывается, враг Аллаха Кадыров был в Мекке Вот интересно, не воняет ли Им от себя, когда встают перед Аллахом Что у этих людей в голове Какой смысл их жизни С каким смыслом они идут туда Если ты говоришь про Кадырова Младшего То он не только был Не просто был в Мекке, он просто был в Хаджи Он был в Кабе Его запускали в Кабу Он там подметал, что-то там Делал, то есть это не просто Как бы побывать в Хаджи Если его отец просто в Хаджи побывал То Кадыров младший Со всем своим семейством, со своей матерью Детьми, сестрами, по-моему Еще какими-то там, своими зятями Племянниками, все вместе Они их как-то пустили даже в Кабу За что, конечно Отдельную Благодарственное письмо Когда-нибудь надо будет Отправить Саудам за то, что они так Такой честью наградили Да, Кадыров Но это я утрирую Я надеюсь, все понимают Мне напоминает Он определенную историческую личность Который также призывал к джихаду А потом сдался Но смог остаться героем для некоторых народов Я Не согласен с такой аналогией Потому что тот, про кого ты говоришь Это ты говоришь про имама Шамиля Дамомилуй его, Севышний Аллах Имам Шамиль не был наместником российским Ни на Кавказе, нигде Все, что можно предъявить Имаму Шамилю Это только лишь То, что он принял решение Я сам это не одобряю Но одно дело сдаться А другое дело предать И это не одно и то же И нельзя ни в коем случае ставить знак равенства Если мы поставим знак равенства между Сдаться в плен Или просто сдаться Даже не важно И между тем И между тем, чтобы Предать То есть перейти на сторону врага То нам очень-очень многих Личностей Истории ислама Придется сделать предателями Но это в принципе неправильно Вы поймите, что предательство Это ты только переходишь на сторону Врага И начинаешь потом вместе с ним Бороться против своих прежних товарищей Нам ничего подобного От Имама Шамиля неизвестно Нам известно лишь то, что он сдался Да, мы это не одобряем Да, по этому поводу У меня и были эти Дебаты Несколько лет назад Но сравнивать его с Кадыровым Конечно же, все равно не приходится Кадыров, безусловно, является предателем А Имам Шамиль является нашим братом Муслимом, за которого мы делаем дуа И желаем, чтобы Аллах простил ему Его прегрешения И даровал ему свою милость Ас-саляму алейкум, брат Тумсо Не могу понять, почему до сих пор Не было покушений на убийство Кафирова Алейкум ас-салям Я, кстати, на днях давал комментарии Одному изданию По поводу воинства Кадырова То есть о его военном опыте И вот в этот момент я тоже вдруг Отвечая, да, говоря о том, что у него нет Никакого военного опыта Я поймал себя на мысли, что У него нет даже опыта покушений То есть нет ни одного реального покушения Которое было бы на него совершено Представляете? Он не просто не был в каком-то окопе Допустим, во время войны Он не просто никогда не стрелял В сторону врага В реальном бою Но он даже будучи в должности Российского наместника Ни разу не было ситуации Когда на него было бы совершено покушение То есть реальной угрозы жизни У него не было Я, на мой взгляд, все, что я смог вспомнить Это единственная ситуация Когда Ямадаев Его за грудки взял И мотал там по этой дороге туда-сюда Вот это была такая реальная ситуация Где все могло кончиться трагически для Кадырова Они реально могли там перестрелять друг друга Потому что Ямадаевцы В отличие от этих были такие Под воздействием наркотических средств Были готовы на то, чтобы открыть огонь И вот этот момент, когда Кадыров, конечно Наложил в штанишки А так, чтобы какое-то было покушение Вы представляете, даже когда его отца взорвали 9 мая 2004 Рамзан Кадыров был начальником его службы безопасности То есть это человек, который должен был обеспечивать безопасность своего отца В этот момент его с ним не было Он был в Москве То есть даже это покушение на отца Здесь мы могли бы сказать, что вот было же покушение Пусть не на него, на отца, но он тоже как бы присутствовал Но он даже там не присутствовал То есть я не смог ни одного случая Вот реального Реальной угрозы его жизни вспомнить Тумсок где-то читал, что Украина отвечает России признанием Чараина готовящийся фейк Выборы русскими в оккупированных территориях Ты как думаешь? Есть эта новость Значит, была несколько дней назад В Верховную Раду Украины Внесен законопроект о признании независимости Чеченской Республики и Чечения Государственного суверенитета Что подразумевает как раз признание нашей независимости Признание нас как страны В ответ это сделано или как это сделано, я не знаю Пока это на уровне законопроекта То есть внесенного предложения Которое должно быть обсуждено в Верховной Раде То есть на какой-то сессии депутаты должны это обсудить Затем это должны вынести на голосование Если большинство украинских депутатов проголосуют за то, чтобы мы были признаны Тогда этот законопроект о признании будет направлен Зеленскому президенту То есть Украине на утверждение И если Зеленский его подписывает То с этого момента Чеченская Республика Ичкерия будет официально признана Украиной Соответственно у нас с ними будут уже межгосударственные отношения Это конечно же для нас очень большой успех И мы очень на это надеемся И сам факт того, что в Украинской Раде просто даже подняли этот вопрос Это уже нас очень сильно радует И мы конечно же благодарны Кстати инициаторами этого законопроекта являются два депутата Алексей Гончаренко и Муса Магомедов Им отдельный респект Тумсу асаляму алейкум Ты не хотел бы взять на себя роль примиряющего кавказские народы между собой То есть масла делать в спорных вопросах Алейкум асалям У нас по-моему нет такого глобального вопроса примирения Который бы стоял на Кавказе Да, есть пару очагов Это грузино-российский конфликт В котором задействована какая-то часть осетинского народа Выступающая сегодня на стороне России Но это не вопрос, который нужно решать между грузинами и осетинами Понимаете? Это вопрос, который между грузинами и Россией То же самое касается и Абхазии Это тоже не вопрос грузин и абхазов Это вопрос Грузии и России Вот если Россия оттуда уйдет И останутся какие-то вопросы между абхазами и грузинами И между осетинами и грузинами То да, там можно будет Не то, что нужно будет эти вопросы решать Там нужно будет Чтобы не какой-то отдельный человек А там целая группа Там в республике должны будут выступать в качестве миротворцев То есть посредников урегулирования таких вопросов Также есть сложная конфликтная ситуация между осетинами и грузинами Которую тоже, безусловно, можно так же решать И там тоже нужно будет посредничество Других каких-то вопросов, конфликтов я не знаю Среди кавказских народов Субтитры создавал DimaTorzok